Хоть горечь В сердце пустила корни Глубоко, глубоко Осознаю я Всем моим сердцем Ты всегда со мной Душа разбита А луна кричит К тебе Где ты был Где ты был Всего Но ты был Верен Всегда Ты был Верен Всегда Хоть на молитву Бог нет ответа Я осознаю Осознаю Что твоя воля Совершенна Для меня Во всём Для меня Во всём Я сдаюсь Нет сил бороться Я падаю к ногам твоим Я сдаюсь Нет сил бороться Я подаю к ногам твоим Боже, прости Сердце мое Измени Боже, прости Сердце моё Измени Направь Стопы мои На пути твои Чтоб мне за тобою идти Отец мой, Бог мой, я благодарю Тебя, славлю и превозношу имя Твое, Который превыше всех имен, превыше всякого словословия, дивный, чудный творец. Как это чудно, Отец, находиться в Твоем присутствии, наслаждаться Твоим словом. Великий Бог наш, Отец наш, верный, любящий и заботливый, Тебе вся слава, Тебе одному вся честь, хвала и величие во веки веков. Аминь. Приветствую вас, дорогая семья. Хранит и благословит вас Бог. Я верю, что у вас все хорошо. И в этот воскресный день для меня честь сегодня с вами делиться Божьим словом, делиться Его откровениями. И я верю, что Его Слово, оно войдет внутрь нас и обязательно, обязательно изменит нас изнутри. Его Слово, оно живо и действенно. Итак, дорогая семья, я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами открыли свои Библии. И мы с вами прочитаем Евангелие от Матфея, пятую главу. Я прочитаю его с 14 стиха. Иисус говорит, вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставят под сосудом, но на подсвечники и светят всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего небесного Отца. В 13 стихе написано, что вы – соль этой земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Какие удивительные слова, какую проповедь преподносит нам наш Царь, наш Спаситель Иисус Христос. И в этих словах, дорогая семья, все сказано. На этом и заканчивается наша проповедь. Здесь все написано, написано, какая должна быть церковь, какие должны быть служения. Иисус говорит, нам необходимо иметь силу. Он говорит, вы уже есть соль, и вы свет этому миру. Мы прекрасно понимаем, что соль, она останавливает гниение. Это мы, соль этой земли, которая останавливает гниение, потому что мы знаем, как дьявол сильно хочет уничтожить все, чтобы сгнило все. Но мы знаем, знаем с вами, что точно так же, как было два дни Ноя. Мы верим и знаем, что сегодня есть шанс. Сегодня есть шанс для спасения каждого человека. Ведь церковь, церковь это ковчег. И пока, пока этот ковчег строится, пока вбивается каждый гвоздь, есть шанс, есть время. Вкус соли, он имеет с собой радость. Кто из нас ест еду невкусную без соли? Соль, она всегда придает вкус. Придает вкус жизни. Жизнь без Бога, она не имеет радости. Она впустую. Я верю, что мы с вами придаем вкус жизни. Я задаю все время вопрос, влияю ли я на кого-нибудь? Могу ли я изменять чью-то жизнь? Могу ли я приносить радость чью-то жизнь? Ведь соль, она влияет. Соль, она влияет. Иисус сказал, вы есть свет. Тянутся ли люди к нам? Тянутся ли люди к этому свету? Освещает ли наш свет? Дает ли он тепло? Я верю, что христианство – это соль и свет. И я хочу об этом все время петь. Я хочу об этом проповедовать, говорить об этом постоянно. Соль, она не должна терять силу. Я не хочу, чтобы, как сказал Иисус, она уже ни к чему не годная. Я не хочу, чтобы служения наши не превращались в такое, в религиозное смирение такое, без силы. Свет, он должен сиять, написано. Свет, он должен сиять. Он не должен потерять силу. Какой-то религиозный мрак. Так много людей, вы знаете, очень часто людям, и проповедующих, говорящих о христе, они очень сильно начинают жалеть Иисуса. Я помню, как однажды захотел его пожалеть, его ученик, апостол Петр. Он сказал, да не будет с тобой этого. Я хорошо помню слова, которые Иисус ему сказал. Отойди от меня, вон, сатана. Сатана, Иисус, это великая личность. Это царь всех царей. Его не надо жалеть. Иисус, он живой, он спаситель. Это воскресший царь. Помните, я хочу, чтобы вы знали, дорогая церковь, Иисуса не только не ненавидели, Его так же сильно любили, и за Ним шли люди. Его свет привлекал людей, Его вкус, соль, которую Он имел в себе, людей привлекал. Задаю вопрос себе сегодня, задаю вопрос себе, тянутся ли люди за Мною, идут ли они за Мною. Иисуса не просто схватили и убили. Он сам отдал свою жизнь за нас. Именно, да, Он сам ее отдал, добровольно отдал. Вспомните Гефсиманию, когда Его хотели, пришла толпа, Его хотели схватить. Скажите, кто есть Иисус? Он сказал, это я, Иисус. И все упали от той силы, которая была в Нем. Он сам отдал свою жизнь. Никто Его не мог бы схватить. Не смог бы с Ним никто ничего не сделать. Одно лишь ли Его Слово, легион ангелов мог бы наполнить эту землю. Если бы Он захотел, никто бы Его не взял. Но Он сам отдал свою жизнь за каждого из нас. Наш Иисус, это не жалкий и не несчастный. Он царь, Он настоящий герой. Иисус говорит, и вы, соль. И вы, свет этому миру. Иисус не боялся бежать в самые темные места. Он, там, где Он находился, все освещалось. Там, где Он находился, люди получали жизнь, освобождение. И я верю, что Иисус вчера, сегодня, и вовеки тоже, Он спасал, спасает и будет спасать. Он исцелял, исцеляет и будет исцелять. Освобождал, освобождает и будет освобождать детей своих. У нас есть шанс. Я не знаю, если ты не один в комнате, поверни своему соседу, стукни его по плечу, скажи, у тебя есть шанс. Иисус – это живой Бог. Он рядом. И Он тот же. Аминь. Дорогая семья, мы соль. Он не сказал, что вы сахар. Он сказал, вы соль. Мы не подслащаем эту горькую жизнь. Мы соль. Я помню, когда я был ребенком, я не любил пить горькие лекарства, и мама мне добавляла туда немножко сахара, чтобы было сладко. Нет, мы не подслащаем жизнь. Мы соль для этой гниющей в похотях земли. Государство, религия, мы видим, она бессильна перед растлением нового поколения, молодежи, которую мы видим. На улицах, верите, ходишь по улицам. Я люблю ходить пешком, и я вижу, сколько шприцов валяется. Статистика, которая пока что больше всего смотрит, это не фильмы, не сериалы, это порно. Шприцы в школах, порно в школах. В дискотеках, где продаются героины, продаются женщины, продаются и так называемые мужчины. И никто им не поможет. Никто, дорогой мой друг, никто им не поможет, кроме тебя. Христианина, который имеет в себе соль и свет. Христианина, который крещен огнем Святого Духа. Нужна соль, дорогой мой друг. Нужна соль. Нужна церковь, которая не занимается дискуссиями, а церковь, которая полна огня, полна Божьей силы. Церковь, которая осоляет эту страну, осоляет государство, осоляет это общество от разложения. Не будь теплым, ходи в огне Святого Духа. Так учит нас Писание. И сегодня этот голос Иисуса, он все время звучит в моем разуме. Жатва поспела, делателей очень мало. Что ты делаешь сегодня? Чем занят ты? О чем думаешь ты? Какие планы у тебя? Сравнивали ты свои мысли со Словом Божьим? Являешься ли ты тем человеком, который говорит, вот я, Господь, пошли меня? Говоришь ли ты эти слова? Берешь ли ты на себя ответственность за то окружение, в котором ты находишься? Являешься ли ты светом в той тьме, куда Бог приводит тебя, показывает тебе? Являешься ли ты солью? И я благодарю Бога за тех людей. Слава Богу за тех людей, которые берут на себя ответственность, которые берут на себя служения церковные, которые берут на себя ячейки, встречи с людьми, проповеди Евангелия, занимаются детьми, занимаются молодежьми, занимаются развалом семьи, занимаются благотворительностью. Слава Богу за таких людей, которые участвуют в различных церковных программах, которые несут в себе силу, света, вкус соли. Знаете, послушай меня, дорогая семья, один лишь наркоман в течение года по статистике привлекает в свою компанию, так скажем, в свою ячейку от 10 до 15 человек. Один наркоман приглашает в эту ячейку смерти, в ячейку тьмы в течение года 10 минимум человек. Сколько людей услышали Евангелие через твое служение? Сколько людей услышали о Боге через твои свидетельства? Сколько людей людей видят свет, который в тебе? Время, время отказаться от эгоизма, дорогая семья, время отказаться от своего я, время пришло сказать, я не живу для себя, живу для Христа, потому что Он живет внутри меня. Его свет, Его вкус, Его соль внутри меня. Я не могу ни о чем думать, я не могу сидеть среди грешников и видеть, как они погибают, и не говорить им ни о чем. Я не хочу быть, как праведный Лот, и мучиться среди развратного народа. Плоды Лота. Его дочери. Как бы Его душа, она не мучилась, Его дочери так и не приняли Его веру, а наоборот, пошли не тем путем. Дорогая семья, мы с вами призваны, да, именно призваны Богом осолять это общество. Мы с вами призваны нести Божий свет, включать его, где бы ни находились, куда бы ни ступали наши ноги. Мы свет для этого общества, свет для своей страны. Пойми это, дорогой мой брат, пойми это, моя дорогая сестра. Мир, это общество, это страна, твоя родня, семья, они нуждаются в тебе. Это ты являешься Его голосом, ты являешься Его руками. Ты, как Божье зеркало, когда смотрят на тебя, это ты отражаешь Божью красоту, Его величие. Это ты Его письмо. Каждый раз, когда ты открываешь свой рот, они слышат послание надежды, которое в имени Иисуса Христа нету другого пути, о котором Иисус сказал, я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не придет к Отцу, как только через меня. Вот этот свет Он в твоих устах. Вот эта соль на твоих устах. Мы соль. Скажи, дорогой мой друг, я верю в силу правозглашения, скажи, я есть соль, скажи, я есть свет. Когда Давид бросился на Голиаф, Он не боялся, Он не прятался, Он не прятал тот свет, который был в нем, а сражался, поднимись и ты, поднимись и ты, и сражайся, сражайся, сражайся за свой народ, сражайся за свою страну, сражайся за своих родных и близких, и ты увидишь великие победы, и ты увидишь головы Голиафа. Да будет так во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас, дорогая церковь, хранит и благословит вас Бог. Аминь. 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 Балалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалал Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok